Радость побед и слезы поражений, неподдельные эмоции. Эти ребята уже сейчас мечтают попасть в сборную России по футболу. Верят в мечту и много тренируются. Благотворительный всероссийский турнир по мини-футболу прошел в курорт-парке «Союз» для детей 2005 и 2006 годов рождения. Организаторами мероприятия выступила общественная организация помощи детям-инвалидам, «Дети солнца и дождя». Мы организовали этот турнир в поддержку детей-инвалидов Челковского муниципального района. Все собранные средства пойдут к помощи детям. В четыре дня команды разыгрывались и соревновались между собой. Пять команд из Медвежьих озер, Балашихи, города Янты, Республики Коми и две из Щелково. И вот финал. Играют два круга между собой. Если команда выигрывает в первом и проигрывает во втором, то ее ждет пенальти. Неожиданным поворотом обернулась игра для команд из Янты и Медвежьих озер. По пенальти Янты обошли игроков из второй команды и в результате заняли третье место. «Очень запомнились атаки, пасы игроков, активность их, ну и, во-первых, любовь к футболу. Их вот это все держит в играх, на первенствах, поэтому мы всегда приезжаем болеть за них». Горечь поражений не скрыть. Им всего 10 лет, но эти ребята быстро приходят в себя. Они готовы снова играть и, несмотря ни на что, побеждать. В футболе и в жизни. «Ну, конечно, мы расстроились, что проиграли по пенальти. Обидно очень было. Мы так старались. Мы шли до последнего, бились до последнего. Нас дух не сломит. Мы какой раз уже играем, выигрывали, бывает проигрывали. Но мы до конца же играем все-таки». Повлиявший на ход игры Дмитрий Осетров из города Инты стоял на воротах во время пенальти. Для него, как и для многих других, футбол – образ жизни. Большая мечта – выйти на профессиональный уровень. «Например, меня вызовут в сборную России, и я буду играть за нее». «Мне очень нравится. Я считаю, что футбол – это очень полезно. Для ног, чтобы хорошо бегать. Я нашел очень много новых друзей». А за первое и второе место поборолись команды из Щелкова. И победу одержала старшая из них. «Надо продолжать в том же духе тренироваться, и все, будем всегда побеждать. Я считаю, там все лидеры есть, там ни у кого нету. Кто-то лучше, кто-то хуже». «В Щелковском районе вообще спорт достаточно серьезно развит. И у нас очень хорошие квалифицированные тренеры. Не только в футболе, а в разных видах спорта. Футбол – это традиция и история. Это марка Щелковского муниципального района». В планах организаторов провести весной международный детский турнир. По их словам, свое участие уже подтвердили команды из Хорватии, Чехии, Казахстана и Азербайджана. Марина Познякова, Александр Рожевский, телерадиокомпания «Щелково».